Друзья, это проект «Русская Америка», чего все боялись, свершилось, и я, к сожалению, не понимаю, в очередной, если не понимаю, путинскую администрацию, путинскую стабильность и поддержку бизнеса. Сегодня крупнейшие операторы, которые занимаются экспресс-почтой, я смотрю на экран, не в камеру, сейчас будут зачитывать, которые отказались принимать посылки из-за рубежа, потому что уже дано указание таможенной службой о том, что посылки скоро из-за рубежа будут практически все приниматься только от юридических лиц, и они будут попадать под растаможку, и теперь с интернет-магазинов американских, китайских, европейских посылки в Россию доставляться не будут. Вот такой идиотизм, другого слова подобрать невозможно. Я зачитаю сейчас. Ассоциация экспресс-перевозчиков российских, объединяющая крупнейшие российские и иностранные компании в области экспресс-доставки, DHL, DPD, Pony Express, SPSR, TNT, FedEx, UPS, выражает вам свое уважение, информирует вас о том, что эти компании вынуждены прекратить импорт в Россию экспресс-грузов, содержащих товары для личного пользования. Это связано с тем, что изменен и усложнен порядок их оформления. В новых условиях объемы прибывающих экспресс-грузов значительно превышает количество грузов, выпускаемых в свободное обращение. Для индустрии экспресс-доставки сервис, предоставляемый нашим клиентам, здесь дальше они рассказывают, что им это невыгодно, и, короче говоря, законы российские дали вот такой посыл, что им легче не возить эти грузы, чем заниматься этим дурдомом и оформлять там по новым правилам. Что будет теперь? Как говорят, ну, во всяком случае, я-то читаю эту информацию пока в интернете, как говорят такие специалисты, приближенные к таможне, которые там имеют свои форумы определенные, которые выкидывают какую-то информацию, потому что они и располагают, что якобы все-таки интернет-магазины будут отслеживаться, а вот частные лица, ну, вот типа как наша компания, когда человек покупает интернет-магазин, потом отправляет это к нам на адрес в Нью-Йорке, смогут отправлять, ну, типа ты можешь отправлять друзьям, знакомым, но есть предел по сумме, то есть как бы нельзя больше, чем в один месяц, больше, чем на какую-то сумму отправлять. Я детали еще не знаю, честно говоря, законодательства не изучал, вот. То есть как бы, сейчас зрители скажут, так вот, радуйся, типа того, что, значит, твой бизнес будет процветать, потому что напрямую люди не смогут в интернет-магазинах ничего заказывать, а будут все через себя делать. Ну, я думаю, что, может быть, эта лазейка и будет какие-то месяца, но потом и ее прикроют. То есть если они начали душить и хотят все-таки, чтобы интернет-торговля уничтожена была в России, да, ну, иностранная торговля, покупали только в российских интернет-магазинах, а для чего это все делается? Потому что российские интернет-магазины, они находятся в России, и их можно всегда зажать, забрать у них товар, прийти арестовать директора и так далее. А иностранного продавца, иностранный магазин, ну, как ты компанию Levi's, которая там джинсы продает, как ты ее уничтожишь? Да, люди покупают джинсы у них. Да, или Kelvin Klein, как ты ее уничтожишь? Никак. А компанию, которая находится в России, у которой склад, допустим, находится в Москве, всегда можно прийти и этот склад, ну, изъять. Ну, к пример тому, знаменитая история господина Чичваркина, Евросеть, когда просто компанию забрали, менты, и Чичваркин теперь живет в Лондоне и продает вино. Ну, посмотрите, кто не знает, кто такой Чичваркин, и подробно, у него очень много роликов в Ютубе, очень много интересного рассказывает про Россию, и про то, как отнимали у него бизнес. Так что радоваться, может быть, мне и придется, если с точки зрения бизнесмена, да, то есть вот, мне появилась там лазейка, и как бы можно будет зарабатывать там три месяца, но потом и это прикроет. Но, с другой стороны, хочется плакать, что вот такое в России происходит, и я, например, как человек, который все-таки слежу за российской жизнью и болею, можно так сказать, за российское общество, что там происходит. Ну, например, мои ролики, которые я постоянно снимаю и говорю о России. Вот, я, конечно, очень озабочен, что такое происходит, и, к сожалению, русский народ и с этим смирится, и ничего делать не будет. Вот это тоже проблема, но это не тема этого ролика. Так что вот такая ситуация, ничего сделаешь, ничего уже тут не сделаешь. Ждем, как будут развиваться события далее.